Карамба ТВ представляет Ощущение, что ему мешает какая-то невероятная сила А ведь он просто хотел сэкономить время и не идти по переходу Сэкономил Хотя мне это напоминает игру Принц Персии Ну а для тех, кто только сейчас включил нашу программу, краткий обзор этого видео И конечно же хэппи-энд Опа! Есть! Ура! Аплодисменты! Следующее видео очень странное Очень! Вот бабку клинит Муж-регулировщик заболел и жена вышла на работу за него Вот даже загар от манишки есть А жезл она потеряла, ну и с бутылкой решила работать Ха-ха-ха-ха На программе голые смешные что-то пошло не так Женщина узнала, что ее покажут по телевизору и сорвала съемку А может это первая русская амазонка, которая не дождалась маршрутки? Меня еще удивило, как это видео началось. Такое ощущение, что водитель позвонил этой тетке, сказал «выходи». И сам поехал ей навстречу. Но то, что это видео будет таким, мне подсказало направление главной дороги на первом перекрестке. В России две беды – дураки и дороги. Первый у меня в передаче бывает чаще, но настало время для второй. Это русские дороги в Саратове. Разметку трезвые люди делали. Трезвые люди делали разметку. Сперва они были трезвые, потом они еще поддали, проехали еще 50 метров. Это ж сколько они правил нарушили. Я когда в ГТА играю, меньше нарушаю. Хорошо, что ДПСники об этой дороге ничего не знают, а то бы они там круглосуточно стояли. Где мы живем? Это Россия, город Саратов. Это они радуются, так как еще не видели, сколько им по почте штрафов пришло. На самом деле, многие уже догадались, что эта дорога используется для тестирования дорожно-разметочной техники. А по совместительству и чтобы молодежь веселить. Это Россия, город Саратов. Попугай, лучшая няня для вашего малыша. Интересно, долго этому попугая учили? Скорее всего, папа оставили с ребенка, а он футбол хотел смотреть. Вот и пришлось попугая обучать основу воспитания. Его можно даже врачом какой-нибудь поликлинике сделать. Главные слова он уже знает. Или стоять в очередях в этой же поликлинике. Никогда не сталкивайте лбами попугаев и куриц. А то мало ли что. Это был Плюс 100500. Меня зовут Максим. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok